Салют, пипол! Сегодня посмотрим, на что способна видеокарта обрубок под именем RX 6400, мельком узнаем о интернет-старлинг, который подвезли в Украину, ну и под конец посмотрим, как хакеры ломанули NVIDIA и что от нее требуют. Ну, думаю, за RX 6500 XT уже никому говорить не приходится, мы с вами рассматривали, на что она способна, какой у нее потенциал и так далее. А вот за 6400 информации у нас почти нет, особенно учитывая тот факт, что эти карты идут в готовых сборках ПК. Сейчас же в сеть попали результаты тестов видеокарты RX 6400, но учтите, поскольку они в готовых сборках, то могут отличаться другие комплектующие в лице материнских плат и так далее. Но в этом случае использовался процессор AMD Ryzen 5600X, материнская плата ASRock X570 Taichi, Азушка DDR4 на 32 гига в двух канале, ну а по софте это была 11 винда и Geekbench версии 5.4.1. Но, прежде чем мы с вами перейдем к результатам тестов, вы должны понимать технические отличия между картами. 6400 имеет на 25% больше ядер, TGP составляет всего лишь 53 Ватта и работает почти на 500 МГц медленнее. Ну, к слову, 6500XT гонится аж до 2815 МГц. В итоге, согласно сравнению результатов Vulkan, RX 6400 всего лишь на каких-то 7% медленнее, чем 6500XT. Ну, лично я ожидал результатов похуже. Но, помним, это Geekbench, это не тест в какой-нибудь, допустим, игре. Другие же сравнения демонстрируют, что 6400 набирает 34 749 баллов и не дотягивает до GTX 1060 на 6 гиг, который выдает 37 185 баллов. Но при этом 6400 почти равна, как GTX 1650, который выдает 34 764 балла. Хотя другие прогоны по вулкану выдают результаты еще выше, вплоть до 37 673 тысяч. Говоря же за тестирование в OpenCL, то 6400 показывает 40 272 балла. При этом 6500XT набирает аж 52 287 баллов, а это на 30% больше. Но в то же время 6400 переплевывает теперь здесь GTX 1060 на 6 гиг, в которой 36 405 баллов. И уж тем более, тем более превосходит GTX 1650, который демонстрирует 38 с копейками баллов. И учитывая значительно более низкий TDP, единственным реальным преимуществом RX 6400 является то, что она не требует вообще внешнего разъема питания. Это означает, что она может быть установлена практически на любом ПК, который создан за последние десятилетия. И это хорошо. Но есть то, что не очень хорошо. Любой старый ПК, который не поддерживает PCI-Express 4.0, ну извините, производительность пострадает. В среднем снижение профита составляет где-то 8%. Это было выявлено при тестировании карты в системе PCI-Express 3.0 на процессоре i9-9900K по сравнению со стандартной комплектацией на i9-12900K. Конечно, результат может быть еще ниже, если это будет старый ПК, в котором отсутствует тем более Resizable Bar. Ранее я вам говорил, что Маск одобрил подключение оборудования на территории Украины, чтобы подключить страну к Старлинг. Ну, к интернету Старлинг. Как оказалось, Илон действительно может перемещать посылки, когда захочет и, видимо, где захочет. Ведь чуть более чем за 24 часа в Украину прибыли партии тарелок Старлинг, которые ласково называются Дищес. Примерный перевод – это соблазнительный. И мы видим, что диаграмма Дищи на коробке имеет круглую форму. А это означает, что партия является Дищи версия 1, а не Дищи Мак Флэт Фейс. Ну, так называемая обновленная квадратная версия. И вот есть три ряда по 9 ящиков с двумя ящиками в самом конце. И всего на картинке видно 29 Дищи. И если учитывать стандартную длину грузовика, то означает, что мы легко сможем там найти от 110 до 218 моделей Дищи. Ну, в зависимости, естественно, от длины грузовика. Плюс, тем более, нужно учитывать, вообще, сколько таких грузовиков. Чтобы вы понимали, скорость широкополосного интернета в Украине, по данным CableCo Ukraine, составляет 25 Мбит в секунду. И человечек с Украины уже провел тест скорости на Дищи версии 1. Он увидел постоянную скорость в 136 Мбит в секунду с максимальной скоростью в 200 Мбит в секунду. Это впечатляет. И что немаловажно, человек, который тестировал интернет, сказал, что этот тест был без каких-либо корректировок прямо из окна. То есть, максимальная скорость до 200 Мбит в секунду кажется вполне возможной в Украине с оборудованием Дищи В-1. Но, нужно иметь в виду, что враг может отследить сигнал от Дищи и использовать их в качестве самонаводящихся маяков для ракет. Однако, для этого требуется значительный технологический опыт. Это раз. И полное превосходство в воздухе над Украиной. Ну, полагаю, что украинские силы все это знают и обладают определенными планами. Так или иначе, похоже, благодаря Старлинг уже не так сильно можно беспокоиться за отключение от интернета. Во всяком случае, дай боже, чтобы и без Старлинг он работал. Данные о программном обеспечении и прошивке для графических процессоров NVIDIA LHR Light Hash Rate, то есть то, что блокирует майнинг на какой-то процент, ну, скоро могут попасть в сеть, если NVIDIA не выполнит требования южноамериканской хакерской группы Lapsus. И хотя сами данные еще не проверены, Lapsus уже объявила о продаже информации, которая может позволить тем, кто занимается добычей крипты, обойти LHR NVIDIA, которые реализовываются на графических процессорах с чипами, такие как GA102 и GA104. И если информация, хранящаяся в 1 терабайте данных, украденных у NVIDIA, действительно позволяет обходить LHR, то вся мощность RTX 2060, извините, вплоть до 3090 может быть использована для майнинга криптовалюты. И даже если это так, то предстоящий переход эфира на POS, известных также как The Merge, даст тем, кто занимался майнингом криптовалюты, ну, не много, не мало, но все-таки какое-то время, чтобы окупить свои инвестиции в графическом процессоре NVIDIA. Более того, в дополнение к угрозе утечки паприатарных данных компании, включая схемы, драйверы, прошивки, документацию, частные инструменты и SDK, ну, это так называемые комплекты для разработки программного обеспечения, Lapsus также попросила NVIDIA самостоятельно удалить ограничение LHR. И если компания выполнит этот запрос, группа пообещала не разглашать и не распространять аппаратную папку с украденными данными. Но тем не менее, кажется странным, что Lapsus потребовал от NVIDIA удалить ограничитель LHR в своих последних графических процессорах, когда группа сама же утверждает, что у нее все есть необходимое, программное обеспечение, естественно, чтобы сделать это самостоятельно. Но тем не менее, Lapsus также утверждает, что получил от компании все о Falcon. Для тех, кто не в курсе, Falcon это особый класс микроконтроллеров, которые поставляются во всех графических процессорах NVIDIA и выполняют множество функций, от декодирования видео, до кодирования памяти и вплоть до обеспечения безопасности. NVIDIA вроде бы как и сама постаралась и удачно ломанула хакеров, но те уже сделали копию данных. Так что, ну, подождем, посмотрим, решит ли Lapsus опубликовать украденные данные. Ну а тем временем, NVIDIA уже сейчас расследует инцидент, связанный с недавней кибератакой, которая, да, привела к отключению части ее бизнеса. Ну, ребятки, на сегодня у меня для вас все. С вами, как всегда, был Хьюман и, как всегда, кайфовой вам игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова